В этом году исполнилось 9 лет со дня образования Благотворительного фонда Садака. В переводе это слово толкуется как «подаяние». Главная цель фонда — сбор пожертвований и распределение их среди нуждающихся. Кроме того, организация занимается распространением и развитием духовной нравственности, прививая ее нынешние молодежи. Священный для мусульман месяц Рамадан, каждый верующий старается совершать как можно больше благих деяний. Благотворительный фонд Садака объединил одной целью неравнодушных людей и помогает малообеспеченным семьям на постоянной основе. Семья Афет Олег Первый является подопечной фонда вот уже 5 лет. Мать троих детей признается, что фонд помогает даже с подготовкой к школе и покупкой зимних вещей для детей. Но в месяц Рамадан каждый день до захода солнца исправно приводит комплексное питание на всех членов семьи. Сегодня в меню винегрет, голубцы, пирожок с вишней, компот и булочка. Что твоё самое любимое? Пирожки. Пирожки? А с чем любишь? С капустой. Сейчас мы запустили проект «Ифтар-марафон», то есть проект, который мы кормим людей, то есть кормим людей посетящихся и людей оказалось трудной жизненной ситуацией. И запустили сбор для этого. И благодаря поддержке людей, финансовой поддержке людей, мы сейчас организовали такой проект. И вот сегодня мы уже кормим 104 человека. То есть вчера кормили ещё 93 человека, но благодаря финансовой поддержке мы уже 104 человека кормим. Ещё одна подопечная – 13-летняя Эльвина Идрисова. Ей фонд помогает уже 4 года. Началось всё с продуктового набора, который волонтёры привезли также в пост. Узнав, что в семье есть ребёнок-инвалид, фонд взял над ним попечительство. Оплачивает лечение, медикаменты, а в этом году подарил современное инвалидное кресло и лежак для ванной. Мы до этого никуда не ходили. Потом мне подсказали, что есть Садака-Закет. И обратились. И вот они нам помогли. Внести свой вклад и примкнуть к рядам волонтёров благотворительного фонда Садака или, напротив, попросить о помощи может любой желающий. У организации есть свой сайт и группы в социальных сетях. Кроме того, ящики сбора помощи с логотипом фонда расположены в общественных местах города. Поэтому каждый из нас имеет возможность совершить хоть и маленькое, но благое дело.